Военные Отца и Сына и Святаго Дмитрия Истворение святителя Анна Златовуского Человек, подвергающийся скорбям, делается более крепким, как из дерев, те, которые стоят в местах кунистых и безветренных. Бывают, хотя цветисты по виду, но изнеженные и слабые. Искура повреждается от всякого напора ветров, а те, которые стоят на высоких вершинах гор, колеблются многими и великими ветрами, приносят частые перемены воздуха, потрясаются жесточайшими бурями и засыпаются обильным снегом. Они бывают крепче всякого железа. Подобно тому, как тела, воспитываемые во многих и различных удовольствиях, украшаемые нежными одеждами, часто мываемые и намащиваемые, с излишеством, изнеживаемые разными родами пищи, делаются совершенно негодными к подвигам благочестия и к трудам и достойны величайшего наказания. Так точно и души, те, которые ведут жизнь чуждую бедствий, наслаждаются удовольствиями, приятно занимаются настоящими предметами и жизнь беспечальную предпочитают терпению скорбей для Царства Небесного, по примеру всех святых, бывают нежнее и слабее всякого воска и готовятся в пищу вечному огню. А те, которые подвергаются опасностям, трудам и бедствиям, скорби для Бога, и воспитываются в них, бывает крепче самого железа или тверже адаманта, от частого перенесения бедствий, делаясь неотдалимыми для нападающих и приобретая некоторый непобедимый навык терпения и мужеству. И как те, которые в первый раз вошли на корабль, чувствуют тошноту и головокружение, смущаясь, испытывая неприятные ощущения и подвергаясь ума помрачению, а те, которые часто и долго бывали на морях, плавали по бесчисленным волнам и испытывали частые кораблекрушения, смело решаются на такое путешествие. Так точно и душа, претерпевшая много искушений и подвергающаяся великим скорбям, привыкшей к трудам и приобревшей навык терпению, бывает не боязлива, не рабка и не смущается приключающимися скорбными обстоятельствами, но от постоянного упражнения в случайностях и частого испытания разных приключений делается способно переносить с великой легкостью все случающиеся бедствия. Это самое выражает мудрый устроитель небесной жизни, когда говорит «хвалимся скорбями», потому что еще прежде Царства и Небесных Венцов мы получаем отсюда величайшую награду, так как от частой скорби душа наша делается более крепкою и помыслы становятся более твердыми. Итак, зная все это, возлюбленные, будем мужественно переносить приключающиеся печальные обстоятельства, как происходящее по воле Божией и для нашей пользы. Не будем унывать и падать духом при встрече с искушениями, но, стоя со всем мужеством, будем непрестанно благодарить Бога за все оказанное нам благодеяние, чтобы нам и насладиться настоящими благами и удостоиться будущих даров, благодатью, щедротами и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отсутся Святым и Животворящим Духом, слава и держава ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Том 3, страница 156-158.